МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями понедельника вас познакомят наши корреспонденты. Я Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свалки не будет. На еженедельном совещании главы Чуваши обсудили проект рекультивации Пехтулинского полигона. Самострой всему виной стали известны причины крупной коммунальной аварии в Чубаксарах. В боулинг с роботом на Робофесте представили самые необычные машины. В Чуваши разрабатывается проект рекультивации Пехтулинской свалки. На эти работы в 2017 году из всех источников предусмотрено 122,5 миллиона рублей. В следующем году еще более 250 миллионов. Как будет проводиться рекультивация свалки, обсудили сегодня на еженедельном совещании у главы Чуваши. Рекультивацию Пехтулинской свалки планируют выполнить в два этапа – технический и биологический. На техническом этапе полигон будет уплотняться и изолироваться в специальный саркофаг. Эти работы продлятся до конца 2018 года. В следующие четыре года будет проводиться биологический этап. Он включает в себя подготовку почвы, в которую будут высевать многолетние травы. Затем еще спустя четыре года территория полигона может быть пригодна для дальнейшего использования. Реализация проекта позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду, возвратить в хозяйство, наоборот, земли, улучшить санитарно-педагогическое благополучие населения. Исполнение указа президента Российской Федерации, который объявлен в годами экологии, у нас три проекта включенных там, и мы в плановом режиме, без боя, без суеты, применяя, я говорю, лучшие технологии, инновационные современные технологии, должны, соответственно, за несколько лет справиться с этой исторической проблемой. На еженедельном совещании подвели итоги прошедшего на прошлой неделе Координационного совета по промышленности. Его участники посетили 10 предприятий республики и выставку, на которой представили свою продукцию 45 организаций. Владимир Аврилькин отметил, специалисты достаточно высоко оценили промышленный потенциал республики, и в том числе созданный в конце прошлого года Фонд развития промышленности Чувашия. Значит, на сегодня у нас на обществу уже больше миллиарда рублей. Мы уже направили заявки в Фонд промышленности. Сейчас стоит задача. Вот очень хорошо, что здесь прибыли представители как раз Фонда промышленности федерального. Мы тоже ознакомили непосредственно, его вывезли на предприятие, ознакомились с продукцией, показали, что это живые предприятия, а не записки просто. Поэтому основная задача стоит отработать текущие заявки. На совещании обсудили возможные перспективы сотрудничества с итальянскими бизнесменами, которые планируют открыть в Чувашии производство арматуры и построить теплицы. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Глава Республики подписал указ о реализации на территории Чувашии проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Речь идет о выделении субсидий из республиканского бюджета на реализацию проектов местных инициатив граждан, касающихся таких направлений, как вода, газа, электро, теплоснабжение, сбор бытовых отходов, развитие социальной сферы, содержание дорог местного значения. Планируется оказать финансовое содействие в решении вопросов организации мест отдыха, благоустройства населенных пунктов. На реализацию указа только на 2017 год запланировано около 75 миллионов рублей. Предприниматели Татарстана заинтересованы в реализации инвестиционных проектов на территории Чувашии. О сотрудничестве в области электроэнергетики шла речь на рабочей встрече главы региона с генеральным директором сетевой компании «Казани». Сейчас на ряде крупных объектов в республике Татарстан работают подстанции чувашских производителей. Для заказчиков на предприятиях Чебокса реализуют и новые проекты. В условиях импортозамещения в сетевой компании обсуждают возможность увеличения объемов поставок оборудования. Нам нравится, бывает, в республике, нам нравится работать здесь, потому что электроэнергетическая область и развитие в республике очень сильно развиты. Компетенции очень большие, очень хорошие и очень приятно работать. Мы кого-то другого не ищем, так что мы будем продолжать и работать больше и больше. Тем более, имеются новые разработки. Мы, как всегда говорим, быть пилотными проектами в наших сетях и готовы представить свои площадки. Перспективы сотрудничества Европейской ассоциации спортивной травматологии с Чебоксарским центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования обсудили на рабочей встрече в Доме правительства. Столицу Чувашии посетили представители ассоциации Роналд Беккер и Нанни Копт. Только в прошлом году травматологами-ортопедами центра проведено более 7200 операций. А за 8 лет работы центра высокотехнологичную помощь получили более 45 тысяч пациентов. В этом федеральном центре в Чебоксарах лечится вся Россия. Кроме этого приезжают пациенты стран СНГ. Участникам Европейской ассоциации спортивной травматологии наш центр тоже хорошо известен. Потому что Чебоксары известны как федеральный центр, занимающийся вплотную ортроскопиями, ортопластикой и очень много делающие, огромное количество операций. А ЭКО специализируется на деформациях, на сложных случаях. Это протезирование калинного сустава. И у нас огромные возможности для сотрудничества. Мы исключительно впечатлены клиникой. Это высочайший европейский стандарт. Авария на теплотрассе в Чебоксарах, которая случилась в минувший четверг, стала главной темой еженедельного совещания в столичной администрации. О возможных причинах и оргвыводах в нашем сюжете. 39 жилых домов, 2 школы и 4 детских сада – таковы масштабы аварии. Из-за коррозии металла и температурных напряжений труба, которая лежала в земле более 20 лет, попросту не выдержала. 9 часов ремонтные службы устраняли последствия аварии. Температура в угловых квартирах верхних этажей и крупнопанельных домов при этом понижалась на 1 градус в час. Полная подача тепла, указанная потребителем и усилиями управляющих организаций, была осуществлена в 23 часа 30 минут. Замораживание стояков, подача тепла и воды в зданиях не допущено. Вместо 9 часов могли бы справиться и за 5. Почти половину времени коммунальщики пытались добраться до места прорыва. Труба лопнула под киоском. И пока согласовывали документы и передвигали торговый павильон, утекали и вода, и время. Сейчас наши специалисты разбираются. Может быть, на аварию спровоцировано наличие смолы лодка. Потому что грунт не разбогший, и он давил на лодки. Это тоже надо будет сейчас изучить. Но утвержденной схеме размещения торговых объектов этого киоска не оказалось. Собственники земельного участка построили его без согласования. Причем в том месте, где проходят магистральные теплосети. А это еще одно нарушение. Глава столичной администрации Алексей Ладыков поручил провести рейд по выявлению подобных точек и принять адекватные меры. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. С 20 февраля вступают в силу ряд изменений, которые касаются оплаты проезда в общественном транспорте Чебоксар. Главная и не для всех приятная новость. Стоимость проезда повысится на 2 рубля. Но есть вариант сэкономить оплачивать поездки с помощью карт ЕТК и Сбербанка. Здесь цены приятнее. Маршрутка 18 рублей, троллейбус 13, автобус 14. Экономия существенная 4 рубля. По данным столичной администрации, практически все перевозчики установили терминалы для безналичной оплаты. Зналичные пандемии это в первую очередь привлечение пассажиропотока на применение безналичной оплаты проезда, что является удобством для граждан при взаиморасчете с пассажиром. Своих транспортных средств также обеспечивает безопасность перевозки пассажиров. То есть водителю не приходится считать, рассчитывать пассажира. Карточку приложить и произошел взаиморасчет. И соответственно дается кассовый чек. Еще одно нововведение. У школьников и студентов появится льготный проездной. Его стоимость составит 500 рублей вместо 700. Пятая гимназия отмечает первые юбилеи 10 лет. В учебном заведении решили собрать все гимназическое братство. Круглой дате приурочили немало интересных событий. Старт им дали в театре оперы и балета. Дмитрий Ковалев продолжит тему. До начала торжественной церемонии остаются считанные минуты. Пока выпускники разучивают танцевальные па и выкладывают в социальные сети фотографии в роскошных нарядах, ученики начальных классов встречают почетных гостей. Корреспонденты гимназического ТВ получили эксклюзивные кадры. В этот раз героем их программы стал глава региона. Правда, на вопросы пришлось отвечать и юным ведущим. А в чем вы счастье представляете вообще? В том, чтобы всегда были рядом любые люди. В этот день в театре царила особенная атмосфера. Сюда пригласили и первых гимназистов, и вчерашних выпускников. Десятилетие стало отличным поводом собраться на бал. За 10 лет проделана большая работа, говорит директор. Гимназия номер 5 уже не первый год занимает лидирующие места в рейтингах лучших по стране. Здесь внедрили десятки уникальных практик, на которые теперь опираются другие школы республики. Каждый папа, каждая мама хочет только одного в жизни, чтобы дети превзошли своих родителей. Ижемок более чем 15 миллиардов рублей вкладываем и не сенсии в образование. Показатели успеваемости учеников одни из лучших в республике. В прошлом году в гимназии побили и другой рекорд. Преподавателям удалось подготовить более 200 призеров олимпиад. Родители говорят, что здесь работают лучшие в своем деле. По сыну я все-таки вижу, что знания находят дорогу в умы детей. У нас очень гибкие уроки в плане того, что в 10-11 классе мы сами формируем себе свою индивидуальную образовательную программу. 10 лет – срок небольшой. Выпускники уверены, что и впредь гимназия номер 5 сохранит свой статус инновационной образовательной площадки. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика. Самый сложный робот, изготовленный в Чувашии, умеет играть в боулинг. На что еще способны умные машины их создатели, узнаем из репортажа Марии Шоклевой. Она побывала на фестивале робототехники. Мне до сих пор под впечатлением. Знакомьтесь, MBF Robotics версия 3.1. Умеет играть в боулинг, вот только иногда капризничает. Начал работу после долгих уговоров, когда люди спрятали от него яркие солнечные лучи. Робот работает благодаря различным датчикам. Это световой и ультразвуковой датчик. Также есть энкодер. Он отвечает за конкретное вращение моторов. Кегли находит он с помощью камеры, обычной веб-камеры. Этого робота сделали студенты ЧГУ и заняли седьмое место на международном фестивале в Индии. Так что начинающим конструкторам есть на кого равняться. Я хотела изобрести такого робота, который будет помогать чинить. Ну, провода там какие-нибудь будут сварить. Или все угодно подчинят. Ну, а пока ребята конструируют из лего. И уже в шесть лет знают, что делать, чтобы радиоволны не сбивали с пути пчел. У пчел в животе есть магнит, и они с помощью этого пчелуются. У них есть своя радиоволна, а вот эти радиоволны, они мешают, они сбивают ее радиоволну. И что делать? Надо не строить ульи рядом с ульями. Или вышки не строить рядом с ульями. Вот. А вот еще один вариант решения проблемы от конструкторов из Шумерли. А если они будут на ульях на колесах ездить, то все хорошо будет. Пока самые юные участники рассказывали о проектах, подготовленных в своих кружках, ребята постарше делали роботов прямо на глазах жюри. Свежесобранные модели сразу же вышли на старт соревнований по шорт-треку. В робофесте 2017 приняли участие более 200 ребят. Победители уже готовятся ехать на всероссийские соревнования. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров дал высокую оценку промышленному потенциалу предприятий Чувашии. На выставке, подготовленной для участников Координационного совета по промышленности и Минпромторга России, представили свою продукцию более 40 компаний. Научно-производственное предприятие «Спектр» презентовало термостойкие, фасадные и аэрозольные краски класса «Люкс». А фирма «Форд Диалог» – новые разработки. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Впереди еще блок полезной информации. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Лаванда или зеленый мох – определиться с выбором действительно непросто. Глаза разбегаются от такого количества оттенков. К стандартному цвету можно добавить модный сегодня эффект старины. Покрыть фасад дачного домика или опору линии электропередач. Для лаков и красок от «Спектра» нет ничего невозможного. Высокая термостойкость до 900 градусов позволяет сегодня красить, наносить защитное покрытие в моторостроение, на двигатели, на реактивные двигатели, на ракетные двигатели. Наши лаки-эмали можно транспортировать, хранить, наносить и сушить при минусовых температурах. Это позволяет и в зимнее время, а для России этот вопрос очень актуален, и в зимнее время красить объекты, узлы, агрегаты. В огне не горят и на морозе не трескаются. Весь спектр преимуществ лакокрасочной продукции от местного производителя оценили далеко за пределами Чувашия. Более 20 предприятий атомной и электротехнической промышленности страны являются клиентами «Спектра». Разработчики «Спектра» следят за тем, чтобы их продукция была и качественной, и удобной в применении. Новое направление, которое с прошлого года развивает научно-производственное предприятие «Спектр» – это производство аэрозольных баллонов. С точки зрения удобства, комфорта, нанесения на поверхность, которая окрашивается, конечно, работать с аэрозольным баллоном значительно проще. Отработал, прокрасил, утилизировал, выбросил. С банкой нужно приобретать перчатки, кисточки, растворители, наносить перекрестными слоями и так далее. Сегодня предприятие выходит на международную арену. Краска церта «Патина» единственная в Европе выдерживает нагревание до 700 градусов. Именно она применяется для декоративной отделки печей и каминов. Филиал крупной региональной IT-компании «Форд Диалог» работает в Чувашской Республике уже более 20 лет. За это время компания сумела построить большое количество IT-систем – от проектирования до ввода в эксплуатацию и последующего сервисного обслуживания. Развитие новых направлений и слаженная работа профессионального коллектива позволяет «Форд Диалогу» ежегодно занимать лидерские позиции в рейтингах лучших региональных IT-компаний. Участникам Координационного совета по промышленности, которое провел в Чебоксарах руководитель Минпромторга России Денис Мантуров, представили автоматизированную систему мониторинга дорожного движения, которая состоит из датчика контроля за транспортным потоком, метеостанции, датчика видимости и обзорной камеры. Заметно упрощают работу дорожных служб. Данные комплексы установлены на многих региональных и федеральных дорогах. В чем отличие нашего комплекса? В том, что помимо метеообстановки мы еще можем предоставить информацию о транспортном потоке. Это очень востребовано для аналитики по загруженности дорог, по аналитике по количеству проходимых фур на региональных дорогах. Еще одно направление работы компании Ford Dialog – создание системы технической безопасности, возможность объединять различные оборудования в единую инфраструктуру. Например, программно-аппаратный комплекс «Протокол», разработанный для промышленных предприятий, позволяет совмещать в себе множество функций. Оператор системы со своего рабочего места может в режиме единого окна наблюдать за обстановкой на предприятии, получает информацию со всех датчиков, установленных по периметру предприятия, с камер наблюдения, со различных систем контроля доступа. И в зависимости от написанных заранее алгоритмов или в полуавтоматическом режиме, оператор принимает решение по предотвращению угроз на предприятии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова